МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Казахстанцам не дает покоя точечная застройка. Тем временем Аким пошел на сделку с представителями строительных компаний. О чем договорились? Казахстанскую школьницу называют маленькой королевой математики. По ее методике педагоги уже преподают точную науку детям. В Павлодарской области полицейские раскрыли шокирующее преступление. Двое суток там искали пропавшего ребенка. Семилетняя Милана, по словам родных, вышла из дома и пропала в степи. Более 500 человек личного состава полиции и департамента ПЧС. Добровольцы прочесали местность в радиусе 20 километров. А на вторую ночь разразился ураган. И люди не могли сомкнуть глаз, думая о том, что делает одна в студенной степи беззащитная девочка. Никто не мог подумать, что ребенка надо было искать в 200 метрах от дома. Майшу Акбаева расскажет. Семилетняя девочка ночью одна в холодной степи. Уже через пару часов на ее поиски бросили 500 человек личного состава полиции, прокуратуры, ДЧС и волонтеров-добровольцев. На месте организован штаб поисково-спасательных работ. Поиски проводятся в радиусе 20 километров от села. Проверяются все жилые дома и постройки, трассы по всем направлениям. Первая ночь поисков ничего не дала. В небо подняли вертолет. По словам матери, пропавшей вечером пятницы, она с тремя детьми собиралась ехать из села Бескауга к супругу на заимку. Семилетняя дочь, по ее словам, категорически отказалась ехать к отцу. Последнее, что видели, она играла возле дома. Играла там с братом. Брат зашел домой. Когда уже вышли, Миланы там не было. Мама не помнит толком, во что она была одета, кроме желтой куртки. То одно говорит, то другое. Стражи порядка проверили все дома, сараи, околки в округе. В это время добровольцы со всей области приехали помочь в поисках. А ночью налетел ураган. И никто этой страшной ночью не сомкнул глаз. Переживали за девочку. Уже все обыскали. Люди помогали. Помогают, мне сказать. Ну куда она еще могла? Ну, моя версия, может, ее украли. Может, где-то держат ее, не знаю. Мы вчера, я сказал, сегодня мы там целый день просили, в Акимате. Нам сказали, мы с мужем сильно хотим пойти, сидите и никуда не ходите. Нет, я сильно ее не бью. Я его гад наказываю, да. Ремнем могу дать. Когда она сильно слушает, она не послушивает вообще. За двое суток безуспешных поисков ходили разные версии о возможном местонахождении ребенка. Но никто не думал, что искать ее нужно в двухстах метрах от родного дома в селе Бескауга. Бездыханное тело третьеклассницы обнаружили под строительным мусором. В ее убийстве созналась родная мать. По подозрению в убийстве несовершеннолетней сотрудниками полиции задержана мать и ее знакомой, который по просьбе скрыл следы преступления. Задержанным дали признательные показания. По факту убийство начато досудебное расследование. Разыгранное исчезновение ребенка оказалось убийством. Матери девочки и ее подельнику грозит 20 лет тюрьмы. Двоих других несовершеннолетних из этой семьи поместили в центр поддержки детей. По некоторой информации, 7-летняя девочка застала мать с другим мужчиной и грозила все рассказать отцу. Маша Акбаев, Асхатам Аббеков, Павлодарская область, Первый канал Евразия. Убийство ребенка прокомментировали также в Министерстве просвещения. Семья находилась на контроле учебных заведений. Семья сложная, которая требовалась контроля. Поэтому здесь вопросы будут, безусловно, и к семье, и к школе, и к окружающим. Поэтому запомните, пожалуйста, 111 Бала-Кургау и Комитет по охране прав детей. Независимо, еще раз говорю, от времени суток, всегда на связи и готовы быстро реагировать. Уполномоченный по правам ребенка Динара Закиева также отреагировала на громкое преступление. Она сообщила, что в этом году в Казахстане погибли 25 детей, из них 6 от рук близких людей. И в большинстве случаев, цитирую, кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил. Не хотел вмешиваться, боялся. Конец цитаты. Закиева призвала казахстанцев не замалчивать такие вещи и сообщать, если ребенку может угрожать опасность по телефону 111 или в полицию. По ее словам, в законопроекте о безопасности детей любое насилие в отношении ребенка будет криминализировано. Сегодня омбудсмен по правам человека Туркестанской области лично встретилась с работниками цементного завода Састубе, где ранее от взрыва погибли и были ранены люди. Сотрудники компании пожаловались Наталье Кужабековой на низкую заработную плату, а также на плохое качество и несвоевременную выдачу спецодежды. Я, например, в последний раз получила зарплату в 110 тысяч тенге, а некоторые из наших сотрудников получают и по 70 тысяч тенге. Кроме того, работники уверяют, что синтетическая спецодежда легко воспламеняется и небезопасна на производстве, а зимню якобы и вовсе не выдают. Но генеральный директор с этим не согласился. Одежды на складах достаточно, а зимню все получат на следующей неделе. Что касается заработной платы, то этот вопрос решится в следующем году. Как мы только начнем продавать белый цемент, минимум 30% поднятия заработной платы будет. Но это только после того, как мы начнем его продавать. На сегодняшний день есть некоторые проблемы. Это примерно будет в следующем году. Сказанные сегодня недочеты будут отражены в письме всем госорганам. Я сама лично приму активное участие для решения этих вопросов и буду держать на контроле. О принятых решениях я дополнительно сообщу, собрав вас всех, как сегодня, в одном зале. Тем временем проблему безопасности на шахтах сегодня обсудили на брифинге с Акимом области Олутао Бериком Абдегалиула. Чиновник заявил, что гарантирует безопасность горняков своего региона. Он отметил, что помимо Акимата условия труда рабочих Казахмыса на контроле прокуратуры, МЧС и Департамента промышленной безопасности. Мы прилагаем все свои усилия. Гарантировать в рамках закона я могу. Но прежде всего это, конечно, и корпорации Казахмыс, руководство ответственно к этому относится. Но условия, которые работают в рудниках, другая, чем в угольных шахтах. Самой большой проблемой в области Аким назвал дороги, особенно участок трассы между Казлардо и Жасказганом. Выделенных ранее на ремонт 90 миллиардов тенге не хватило. Но правительство с Азиатским банком развитие финансирования уже увеличило. Кстати, от правительства будет во многом зависеть решение проблемы ветхого жилья. Мы сейчас рассматриваем механизм привлечения дополнительных государственных средств. В будущем выделить для этого деньги застройщику, чтобы он построил и нам вернул эти деньги. Может, деньгами или частью собственности квартир вернет нам бюджет вместо этих денег, соответствующими расценками, которые мы можем потом дать очередникам. Если вот этот механизм сейчас правительство нас поддержит, тогда мы будем уже сами лично за счет бюджетных средств привлекать застройщиков. Другим темам коммунальные службы Казахстана делают все возможное для решения проблем, которые вызвал ураганный ветер. Он разбушевался в столице и в восьми регионах страны на выходных. Были сорваны кровли больше, чем с трехсот крыш. В Астане конкретный ветер, все люди просто улетают, фасады тоже падают. Много поврежденных машин. Но больше всего жалоб было от карагандинцев и в павлодарцев. В Караганде ветер сорвал кровлю даже со здания Академии МВД. В области объявлен режим ЧС. Власти сообщили, что крыши обязательно восстановят. Не можем дозвониться до электриков, на машины все упало. В некоторых районах Караганды ветер оборвал провода. На территории городов Караганда, Тимиртау, Балхаш, Шахтинс, Кабайского, Актугайского, Бухарджуравского, Асакаровского, Нуринского, Каркаралинского и Ишетского районов произошли частичные отключения электроэнергии. Но рекордсмен по отключению электричества Северный Казахстан. Больше ста сел пока еще без света. Ремонтные бригады работают в авральном режиме. Наиболее сложные повреждения в районе Махжана-Жумабаева. Произошло падение самой верхней части опоры за счет того, что обледенение самого провода, как мы видим, и также опоры самой. Будут опору освобождать от воздушной линии 110 кВт и производить монтаж новых опор. В некоторых селах из-за проблем с электричеством остановились насосы и упал напор воды. Но люди не унывают. Жизнь стала. Интернета нет, света нет. Ну, сегодня дали воду, хоть хорошо. Холодильники все тают. В Павлодарской области скорость ветра достигала 37 метров в секунду. Деревья выворачивала с корнями. Все мы в бою на улице были, стояли, знаете, возле гостиницы. Она 50 лет стояла. Ее тоже, значит, в результате сильное ветро, ее тоже повалило. Отрадно, что ни одного человеческого жертвы нет. Ни один человек не пострадал. Мы, вы знаете, в соседних регионах, даже в Российской Федерации, есть случаи, когда пострадали, есть определенные человеческие жертвы. Погода бушевала в эти дни не только в Казахстане. Мощный шторм обрушился на Турцию. Он принес с собой шквалистый ветер, ливни и наводнения. На побережье волны достигали 5 метров в высоту. Больше всего пострадали морские суда. Стихия расколола на две части корабль. За секунды до он врезался в причал. 13 человек находилось на борту. К счастью, здесь спасли всех. Другому судну повезло меньше. Турецкий сухогруз. 12 членами экипажа затонул после сильного удара о волнорез. Из-за погодных условий чьесники не могут начать поисково-спасательные работы. Выжидают, когда стихнет ураган. Накануне власти более чем в 60 турецких городах объявили оранжевый уровень опасности. А в Болгарии из-за ураганного ветра погибли двое человек. Порывы были настолько сильными, что вырывало деревья с корнями. Дома обесточены. Заблокировано дорожное движение. Жители призвали не выходить. В Арне объявили режим ЧАЭС. На море так же, как и в Турции, шторм. Порт закрыт. Но меньше всего в эти дни везет жителям Доминиканы. Тропические ливни вызвали сильнейшее наводнение. Исход оползней погибли 20 человек. Люди оказались оторваны от элементарных благ цивилизации. Без света и воды. Экстренные службы устраняют последствия. О чем еще говорят сегодня в мире, расскажем в нашем традиционном международном обзоре. Израильская армия заявила о задержании около сотни боевиков Хамас, в том числе нескольких из элитного подразделения. После чего стало известно, где расположены склады и вооружения. Более того, Цахал показал тоннель под крупнейшей больницей в Газе Аль-Шифа, около которой ранее шли бои. Это видео с дрона. Пролет по 55-метровому подземному проходу глубиной 10 метров. Здесь установлены средства защиты, даже взрывозащищенная дверь. Ранее палестинские власти отрицали, что больницы Газа используют для ведения боевых действий. Тем временем ВООН продолжают призывать к немедленному прекращению огня в секторе Газа. Генсек Антонио Гутерриш назвал число жертв в Газе ошеломляющим и неприемлемым. В Южной Корее до конца года запретят есть мясо собак. Принятие закона анонсировал глава правящей партии страны. Он заявил, что настало время положить конец социальным конфликтам и разногласиям. А в правительстве успокоили, что после принятия правил производителям собачьего мяса предоставят максимальную поддержку, чтобы те закрыли свой бизнес без сильных потерь. В настоящее время употребление мяса собак в Южной Корее ограничено, однако остается легальным. Три года назад в стране провели опрос. Он показал, что 84% респондентов отказываются есть мясо собак, а почти 60% поддерживают запрет на его употребление. Один из главных ежегодных конкурсов планеты завершился. Самой красивой девушкой Вселенной стала представительница Никарагуа 23-летняя Шейнис Паласиос. Конкурс проходил в Сальвадоре, в нем приняли участие 84 страны. Шейнис стала первой из Никарагуа, выигравшей титул Мисс Вселенная. А Казахстан в этом году представляла 20-летняя Тамерис Заир из Алматы, обладательница титулов Мисс Алматы-2022 и вице-Мисс Казахстан-2022. Общий объем казахстанских железнодорожных грузоперевозок к концу года достигнет почти 300 миллионов тонн. Данными поделился министр транспорта. Основная доля – это транзит товаров через нашу страну. За год объем из-за границы вырос на 19%. Главный партнер Китая. Марат Карабаев сообщил, что потенциал еще есть, но нужно до 2025 года построить 20 новых линий с пунктами приема, погрузки и формирования поездных составов. Еще, по словам министра, для развития сферы нужны новые ЖД-дороги. В целом реализуется 4 проекта общей протяженностью 1300 километров. Чтобы понимание было, вся протяженность казахстанских железных дорог составляет 16 тысяч километров. К нему будет дополнительно 1300 километров дополнено в реализацию вот этих 4 проектов. Много работы предстоит и на автомагистралях. Нужно завершить основные автомобильные транзитные коридоры, а те, которые уже есть, сделать безопасными. В ближайшие 6 лет в Казахстане отремонтируют почти 5000 километров республиканских дорог. Сегодня транспортная отрасль приносит Казахстану около 10 миллиардов долларов прибыли. Перед министерством стоит задача до конца 2026 года увеличить эту сумму до 34 миллиардов. Продолжим. Свыше 2000 жителей Северо-Казахстанской области открыли свое дело с начала года. Многие создали новые рабочие места, а вдохновила их местная фабрика бумажных изделий. Завод Петропавловский запустили год назад, но там уже получили хорошие результаты. На успешном предприятии побывала Зайра Джакупова. Сабина Рустенова фасовщица на предприятии по изготовлению бумажных изделий. Бывшая учительница уже год трудится на фабрике и не пожалела о смене профессии. Здесь получается у нас график день 048, и меня это устраивает. То есть ты практически два с половиной дня свободна. Задача – это готовую продукцию уже получается упаковывать и, так сказать, складывать на поддон. Контроль качества это все проверил и уже отправляется на склад. Со склада на прилавки магазинов в разные города Казахстана. Но прежде чем придать бумаге товарный вид, макулатуру тщательно перерабатывают и очищают. Я оператор ГРМ. ГРМ – это гидроразбивательная машина. От нее начинается весь процесс бумаги. Работаем по смене, да. Завод должен постоянно выдавать бумагу. Раньше работа на заводе считалась тяжелой. Сейчас все автоматизировано. Нажимая и успевая, с момента открытия фабрики сюда трудоустроились более 60 североказахстанцев. Приготовились, запускаем линию. Подготовкой квалифицированных кадров по специальности оператор автоматических линий предприятие занимается лично. Я учусь на втором курсе, прохожусь в производственную практику. Когда я закончу обучение, я приду сюда работать и буду иметь представление, как здесь все устроено. Идея производить бумагу у бизнесменов зародилась еще во время пандемии. Получили кредит и взялись за дело. За год здесь изготовили 5000 тонн продукции. Это бумажные полотенца, салфетки, туалетная и офисная бумага. Нас поддерживает ДОМУ, субсидирует процентную ставку. Чтобы снизить финансовую нагрузку, мы подали заявление в ДОМУ, где также получили одобрение о субсидировании процентной ставке банка и снизить ее до 6%. В данную фабрику в первый год запуска мы инвестировали порядка 2,5 миллиардов тенге. На сегодняшний день это уже порядка 3 миллиардов тенге инвестиций. Появилась необходимость в дополнительной инфраструктуре. И в этом государство тоже готово оказать поддержку. Через нацпроект по развитию предпринимательства на подведение недостающих коммуникаций. Из госказны выделено около 1 миллиарда тенге. Столько же с начала года на предоставление безвозмездных грантов. Больше 12 миллиардов направлено на субсидирование. Рост по сравнению с 2021 годом на 9,8%. Это хорошие цифры. В целом данная работа направлена на реализацию поручения главы государства о росте доли производимой продукции именно бизнесменами, малым и средним бизнесом в структуре экономики, то есть ВВП. Основная задача обеспечить 35% объема производства по 2022 году. Этот процент составляет 31. То есть мы планомерно идем к решению данной задачи. Успех новых предприятий стал стимулом для других североказахстанцев. В этом году в регионе свыше 2000 человек успешно открыли свое дело. Для поддержки семи начинающих бизнесменов из местного и республиканского бюджета выделено около 40 миллионов тенге. Зайрат Жакупова, Сергей Шут, Петропавловск, Первый канал Евразия. Три человека погибли в аварии в Актюбинской области. Подробности знает мой коллега, ведущий обзор о тревожных новостей, Ренат Абдулкаемов. Здравствуйте. ДТП произошло на трассе Актоби-Аренбург. Вблизи поселка Мартук столкнулись три машины. Удар был настолько сильным, что автомобиль искорежило до неузнаваемости. Один из пассажиров и водители скончались на месте, второго пассажира госпитализировали. Полицейские выясняют все обстоятельства дела. Вся казахстанская полиция перешла на усиленный режим несения службы. Это связано с началом широкомасштабной операции «Правопорядок». Она продлится до конца ноября. В это время в местах массового скопления людей будет дежурить больше стражей порядка, чем обычно. Кроме этого, они собираются обходить дачные участки, стройки, рынки, крестьянские хозяйства, съемные квартиры и отдаленные места. Полицейские намерены выявлять и наказывать за любые мелкие правонарушения. Действовать будут по принципу нулевой терпимости. Министр внутренних дел обратился к правоохранителям. Каждый сотрудник должен действовать четко, от имени закона. При этом быть вежливым и корректным. Закон для всех един, неприкасаемых нет. 277 нелегалов арестовали полицейские в Алматы. Все они работали на стройках. Список граждан самый разнообразный. Были тут как граждане ближнего зарубежья, так и дальнего. Это жители Нигерии, Турции, Индии, Филиппин, КНР и Ирана. Примерно у полутора сотен человек не было документов, удостоверяющих личность. Их выдворили в спецприемник-распределитель. Еще 62 человека решением суда депортированы из страны. Кроме этого, полицейские наказали и больше 80 строительных компаний за нарушение правил приглашения иностранцев. Вора сладкоежку задержали в столице. Полицейские быстро сработали. Мужчина украл из магазина 20 коробок шоколада. В момент преступления записали камеры видеонаблюдения. Видно, как мужчина высматривает цель, а затем берет товар и спешно идет к выходу. Все выглядело так, будто он намерен купить весь шоколад. Ущерб магазин оценил в 44 тысячи деньга. А восстание полицейским удалось задержать дерзкого грабителя из магазина одежды. Мужчина выбрал себе спортивный костюм, надел его в примерочный и решил в нем же уйти. Хитрый план злоумышленника раскусили продавцы. Они потребовали снять неоплаченную одежду. Но вор бросился на утек. Правда, далеко уйти ему не удалось. Арестованный сознался. К этому часу все. Алибек, передаю тебе слово. Спасибо, Ренат. Я продолжу. Нужно учиться понимать законы. Сегодня в Алматы представители малого и среднего бизнеса обсуждали действующие нормы с членами партии Республика. Предприниматели считают, что многим из них нужно обучение и разъяснение по всем новым нормам, а также по самой модели работы налоговых органов. Ведь со следующего года к уже привычным платежам добавляется еще один. Наш президент Касамжумар Кемельич Тукаев, он на своем выступлении 12 сентября сказал о том, что необходимо сделать удобную систему налогообложения, чтобы честно платить налоги было выгоднее, чем от них укрываться. И предприниматели хотят того же самого. Они хотят простые, понятные налоги с хорошими ставками и неизменность налогового законодательства на протяжении трех, а еще лучше пяти лет. Это главные новости. Мы продолжаем. Что сделано за год президентства Касамжумар Тукаева, рассказали в правительстве страны. Напомню, внеочередные выборы главы государства прошли 20 ноября 2022 года. Предвыборная программа главы государства называлась «Справедливый Казахстан для всех и каждого». Большой блок реформ касался детей. Так, государственные пособия и социальные выплаты по уходу за ребенком теперь выплачиваются не год, а в течение полутора лет. По данным, на 1 ноября охвачены более 600 тысяч родителей. Общая сумма превысила 250 миллиардов тенге. В Казахстане заработал комплексный план по защите детей от насилия. 36 организаций для сирот трансформированы в центры поддержки. На прошлой неделе президент подписал закон о выплатах из нацфонда и уже с начала следующего года среди детей до 18 лет будут распределять половину инвестиционного дохода. Касымжимар Токаев говорил и о реформах в социальной сфере. В стране появилась цифровая карта. В ней есть информация более чем о 6 миллионах семей. Теперь для начисления 10 видов выплат им не нужно обращаться в государственные органы. Помощь оформляется в проактивном формате. В течение 6 лет в Казахстане должно быть создано почти полмиллиона новых рабочих мест. В законах уже закрепили новые формы найма. Это дистанционная работа, гибкий график, 4-дневная рабочая неделя. Государство поддерживает и предпринимателей, имеющих группу инвалидности. На развитие бизнеса им выдано более 9 тысяч грантов. О реформах в стране высказался государственный советник Казахстана Ерлан Карин. По его словам, политика, экономика и идеология все вместе образуют единую программу системной модернизации. Он напомнил, что многие изменения начались после победы Касамжемарта Тукаева на дне очередных выборах президента. Переизбраны и существенно обновлены обе палаты парламента и маслехаты. Две недели назад в Казахстане впервые прошли выборы Акимов районов и городов областного значения. Таким образом, демократическая трансформация политической системы нашей страны неуклонно продвигается вперед. Особо надо отметить, что в течение года начата реализация ключевых инициатив предвыборной платформы президента проекта «Нацфонд детям», программы «Ауэл Аманаты», возврата в страну незаконно полученных и выведенных активов. Ерлан Карин, государственный советник Республики Казахстан, на своей странице в социальной сети. Многодетная семья – норма современного общества, считает героиня нашего следующего материала. «Гордиться, что и муж такого же мнения. Говорят только так. В единодушии могут быть счастливы и дети, и родители. А еще важна поддержка родных и близких. Но защита материнства и детства на государственном уровне – это уже другой вопрос. Вопрос стабильности и уверенности в завтрашнем дне. И они знают, что 1 июля в стране вступил в силу в социальный кодекс. Наш корреспондент Мария Парфенова заглянула на чай к этой большой и дружной семье». У Назиры Беген шестеро детей. Как семья может быть иной, даже не представляет. Сама росла в такой же большой и дружной. Старшая дочь в девятом классе. Младшему сыну чуть больше года. Пока Назира в декрете, муж работает охранником. Зарплата – 120 тысяч тенге. Большое подспорье для супругов – социальные выплаты. Семья получает сразу несколько. «Мы получаем пособие, как многодетная семья. За шестерых детей – 82 тысячи тенге. Хватает, но не шикуем. Когда первенца родила, 9 тысяч всего начисляли. Так что есть чем сравнить. Двое моих сыновей учатся в начальных классах. Питаются в школе. Уже за это сердце у меня не болит. Надеюсь, скоро переедем из арендного дома в свое гнездышко. А там и еще об одном малыше можно подумать». Вторая категория выплат по уходу за малышом. Раньше ее начисляли, пока ребенку не исполнится год. Глава государства Касым Жумар Тукаев в своем прошлогоднем послании поручил с 1 января продлить срок этих отчислений до полутора лет. 632 тысячи казахстанских родителей уже получили выплаты больше, чем на 258 миллиардов тенге. Семья Назиры в их числе. А совсем недавно женщина за рождение шестерых малышей получила серебряную подвеску – кумы-салка. А значит, будет еще одна прибавка к бюджету. «Матерям, награжденным Алтын-Алка и Кумы-Салка, воспитывающим шестерых-семерых детей, ежемесячно выплачивается по 25 тысяч тенге. Выплачивается пожизненно. Одно из важных направлений – многодетные семьи, воспитывающие четверых и более несовершеннолетних детей. Таких у нас 540 тысяч. Семьям, в которых растут четверо детей, каждый месяц от государства полагается чуть больше 55 тысяч тенге, где воспитывают пятерых 69 тысяч 138 тенге. Для семей с шестью ребятишками – около 83 тысяч. На семерых государство выделяет 96 тысяч 807 тенге. Родителям, которые воспитывают 8 и более детей – 13 800 на каждого ребенка. Всего с 1 января 2023 года все государственные социальные пособия семьям, имеющим детей, повысили на 8,5%. В Минтруда ожидают, что с нового года размеры выплат станут еще выше. Мария Парфенова, Ерлик Нур-Ахмед, Астана. Первый канал Евразия. Другим темам контроль над сферой строительства столицы ужесточат. Проверять разрешающие документы объекты будут пожарные и сотрудники ГАСК. Об этом сегодня на встрече с предпринимателями рассказал Аким Астаны, Женес Касымбек. К нему обратились застройщики с просьбой увеличить объемы инженерных коммуникаций. В ответ на это Аким Городов призвал бизнесменов в первую очередь учитывать интересы горожан. Дополнительно хотел бы строителям сказать, это нормальная ситуация, когда у нас есть взаимные просьбы. Строите большой жилой массив, строите школу. Строите большой жилой массив, строите поликлинику. Мы будем сходить из этих тоже совместных каких-то, это не требования, но это вот пожелания жителей этого города. Впрочем, проблему дефицита социальных объектов, в особенности школ, власти города решают. В следующем году в Астане откроют первые современные комфортные учебные заведения. Их будет 22. В 2025 году построят еще две такие школы. А по всей стране их будет 369. Эти школы предназначены в первую очередь для того, чтобы ликвидировать трехсменность. Аварийные школы, порядка 30% так называемых маятников движений с одной части города в Астане в другую прекратятся. В связи с тем, что ведутся именно эти 24 школы. Что касается других образовательных объектов, то за последние три года в Казахстане построили 626 новых школ на 430 тысяч мест. До конца года запланировано строительство еще 150 школ. Продолжим. Сборную Казахстана по маникюру решил собрать 16-летний школьник из Павлодарской области. А в Кызларде появилась маленькая королева математики, которая в свои 12 лет разработала новую таблицу измерений. С талантливыми детьми и их необычными хобби познакомилась наш корреспондент Тайгири Муздебаева. Об удивительной истории мальчика из Экибастуза, который стал мастером маникюра, казахстанцы впервые услышали еще в 2020 году. Многих поразило, ребенок решил зарабатывать так рано и не на новый телефон или ноутбук, а на лечение младшего брата. За эти годы подросток выиграл уже несколько престижных конкурсов среди нейл-мастеров всего мира. Теперь он красивый и высокий юноша с уверенным взглядом, а еще с новым статусом. С этого года Арулат аккредитованный судья. Теперь он сможет лично оценивать работы коллег на международных чемпионатах, а еще в планах создать сборную Казахстана. Неопределенное количество человек, может быть сколько угодно. Люди нужны для участия в чемпионатах. Я им буду помогать, буду их продвигать. Я хочу, чтобы наша страна поднялась до высот. В топе три было по ногтям. Молодой человек продолжает жить в Экибастузе и оказывать услуги в сфере красоты. Говорит, стоимость маникюра чуть дороже средней в его городе, около 6 тысяч тенге. Признается, если кто-то судит, как говорят в народе, по одежке, то он по ногтям. Подход может найти к любой клиентке и предложить свой вариант. Я бы вам сделал красные ногти. Красные? Длинные? Нет. Четкий квадрат я бы сделал, да. Чтобы не сильно так выделялось, но при этом было заметно. А вот у семиклассницы из Казаларды в голове одни цифры. Роза Садыкова пока далека от салонов красоты и бьюти-процедур, но зато в свои 12 разработала новую математическую таблицу измерений, по которой педагоги уже преподают точную науку детям. Таблица под названием «Роза» помогает лучше поднимать математику. Научная разработка принесла школьнице не только гран-при республиканского конкурса научно-исследовательских проектов. Благодаря этой таблице ученики начальных классов смогут преобразовывать единицы измерения в десятичные дроби и добавлять их в виде столбцов. А студенты смогут легко и четко сформулировать эти единицы измерения в отрицательной степени и найти простой, точный ответ. Математика — консервативная наука. Изменения в ней редки. А мы благодаря этой таблице сможем внести новизну в методику преподавания математики. «Роза» и руководители ее научного проекта получили авторское свидетельство Национального центра защиты интеллектуальной собственности. А Рулат Мухаммед Калетим временем ждет инициативных коллег для работы в сборной Казахстана, создание которой мечтает. Таких необычайно талантливых и смелых детей в Казахстане тысячи. А вот разглядеть этот талант и помочь его развить — уже ответственность взрослых. Агиль Муздебаева, Максут Сарабаев, Астана, Первый канал, Евразия. Сегодня 129 стран, входящих в ООН, отмечают Всемирный день ребенка. Этой дате 64 года. 20 ноября 1959 года Генеральная ассамблея приняла декларацию о спустя 30 лет конвенцию о правах ребенка. В Казахстане эта конвенция ратифицирована с 1994 года. Сегодня в честь Всемирного дня ребенка большую встречу за круглым столом организовали представители Министерства просвещения и пригласили тех, кто так или иначе связан с детьми. Здесь и учителя, и врачи, уполномоченные по правам ребенка, и люди, которые проявили героизм ради спасения детей. Говорили о проблемах, о том, как помочь детям противостоять буллингу, насилию. Но, конечно, нам есть и чем гордиться. Дети три дня проводят в школе, а их здоровье напрямую зависит от своевременного питания. Поэтому с этого года более 1 миллиона 700 тысяч детей были обеспечены бесплатным школьным питанием. Вице-министр также напомнил, что ежегодно более 450 тысяч учащихся из малообеспеченных семей получают финансовую поддержку. К 2025 году 50% детей будут обеспечены бесплатными спортивными секциями. Рассказал о других перспективах для маленьких казахстанцев в получении образования, развитии индивидуальности, семейного воспитания, отдыха и досуга. Напомню, из 20 миллионов населения Казахстана треть 6 миллионов 800 тысяч – это дети. Дорогие наши дети, я от всей души поздравляю. Желаю крепкого здоровья, неиссякаемых сил, успехов в учебе. Пусть все мечты сбываются, пусть в ваших сердцах всегда будет добро. Мы тоже поздравляем всех маленьких казахстанцев и их родителей. Пусть новости в ваших домах будут только хорошие. Давайте вместе беречь наших детей. Я же с вами прощаюсь. Берегите себя и будьте здоровы. До скорых встреч на Первом канале Евразия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова